Здесь пляж, но сейчас у нас очень и вон пляж. Пляж практически не видно, получается, за счет того, что вода прибыла и поэтому не полегчается. То есть, фактически, если бы не высказано, то, как выключаешь забор от полного, может быть, какая-то часть пляжа бы осталась. То есть, все в притык, подойти практически нельзя. В постороннем сюда практически не войдешь. После того, что были здесь недавно представители и прокуратуры, и УВД, и наш представитель был, и с усилием они смогли пройти, после этого, наверное, мы сейчас уже более-менее свободно подошли. А так, вот, я тебе стою, что вам съемлю. Простому человеку не получится. Понимаете, в 2002 году здесь вообще ничего не надо. Удыхаем здесь на территории. Здесь мусорка была, здесь свалка была. Сейчас такой колоссальный труд вложен в то, что просто вот здесь развивается какой-то туризм на территории области. Из альтернативы просто вообще нигде нет. Ну, это я согласен. И сейчас вот это все, какие-то канализации здесь вообще нигде ничего не надо. Мы отдыхаем постоянно, в протяжении 10 лет уже. 15 лет комплексу, все время сюда ездилось. И сейчас вот здесь все разговоры, которые сейчас вокруг, это вот полный бред. Ничего, просто, ну что здесь вокруг? Пойдите по территории, посмотрите. На самом деле все хриже, единственное, что это пляжи все уже застройки не доставлены. Нет, пойдемте, посмотрите. Группа людей, которые изначально не хотели платить коммунальные платежи. Просто. Они посещали, в паркхаусе, они посещали бассейн, территорию, все это было. Там, вот, посмотрите, там территория, она очень хорошая. Да, там, конечно, какие-то недочеты есть, там краска облупилась, еще что-то, еще что-то. Но в основном-то люди же посещали, и за это они не хотели платить. Просто за все, чем пользуешься, нужно платить. Элитный поселок должен быть оплачиваем. Они не хотели, тут не такой большой платеж. Очень хорошо. А я житель. Она житель паркхауса. Паркхауса. Вот как раз другое мнение. Посмотрите, я вам сейчас скажу, как есть. Есть группа, можете не надо заниматься вот этим вот. Просто я сейчас расскажу людям, как есть. Ваше мнение, вам нравится или не нравится? Мне нет жителей в данной ситуации, нравится или не нравится. Меня интересует соблюдение требований действующего законодательства. В данном случае есть конкретное нарушение требований действующего законодательства. Поэтому здесь мы приходим и смотрим, есть ли нарушение или нет. В данном случае оно есть. Уже документально. Уже не к собственнику проблемы, вопросы какие-то должны быть. Поэтому к собственнику, поскольку земля вот эта... А собственник установлен? Земля частично принадлежит осамплению. Частично. Вот эта земля вообще муниципальная. Это здание никому не принадлежит. Значит, что оно подлежит... Сотрудники полиции приехали, не было ни представителя, ни собственника. Вы понимаете, оно чье-то? Оно ничье. Как это ничье? Собственно будет. Вы не регистрируете людей. Но такого быть не можете. Вот так вот я вам говорю. Вы контролирующий орган. Вот я контролирую. Я контролирую соблюдение требований действующих законодательств. То, что вам нравится, прекрасно. Знаешь, я спрашиваю вообще другую точку. То, что не нравится в другой части. В других части, я говорю, 10 человек не отрывают людей, которые не нравятся. Вот 7-метровая полоса должна быть свободной. Скажи, что я с пляжа пришла. Я пришла с пляжа. Почему? Она живет. А почему она? А почему она? Вот здесь попасть, где сюда не находятся. Вот, пожалуйста. Я могу водить туда, купаться и выбить с него. У меня маленький шок, и я навяжу. Я сейчас подошу. Я сейчас подошу. Я сейчас вырезаю. Я могу ходить, как хотите. Я вас поздравляю. Вам, наверное, не может там пройти, потому что там вода сейчас. Мы сами разберемся внутри. Три человека, которые... Мы вчера спросили, у нас есть чат, и мы вчера вот Аня задала вопрос. Куда идут мои деньги, которые она сдала? Нас всех удалили с этого чата. Вообще всех удалили. Вот, когда-то кто-то против них что-то сказал. Всех удалили. Это идет, сводит личные счеты с человеческий фактор. То есть руководитель как-то не нашел общий язык с тем или иным товарищем. Вот с Дмитрием у них какой-то... Они не нашли общий язык. И они теперь на уровне... У них война, а мы все страдаем. А мы все страдаем. Вот смотрите, почему нет такого резонанса вот с нашей стороны, с нормальных людей, да? Все молчат. Потому что у всех свои дела. Люди нет, если нет этих чат. Дмитрием, подойди к нам, поучаствуй. Некогда все это, некогда, понимаете. И поэтому вот мы ходим, у нас несколько человек... Нас не несколько человек, у нас человек счастлив. Нас человек говорит мнение большинства, что остались не хотят к этому участку. Соберите нас всех, соберите. У вас что, управляющая компания, везде или доставили? У нас здесь не поймешь, что у нас анархия. Вы, если анархия, кому-то она платит. Нет, мы... Вот и никому. Мы никому... Нет, нет, подождите. Мы туда платим, мы сюда платим. Нет, а скажите, вот как представитель общественной палаты, если я зарегистрирована в одной организации, другая организация, другая управляющая компания, может мне присудить какие-то деньги, что я им оплачиваю? Если я встаю в другой организации. Если я вообще допустила... Дима, подождите, вот поэтому вы и не можете договориться никак между собой. Мы договорились, потому что мы понимаем, что договоренно... Основная масса... Вы никогда не договорились. Андрей, послушайте, основная масса людей, которым некогда вот здесь стоять, как мы ходить, они понимают, чтобы жить в нормальном поселке, где все будет хорошо, надо платить. Платите, люди, коммуналку, и все будет хорошо. У нас вопросов не будет. Это даже не обсуждается. А у нас из-за этого весь вопрос стоит. Она сколько не платила? Она начала, не знаю, что вообще устроила. Это же она устроила. Столько долгов у нее было. У ДНП была одна только цель, только одна. Вопросы, просили не снимать. Не трогайте телефон. Я не дологала. Просили, чтобы они платили. Все, на 100 тысяч, понимаете? И ДНП... ДНП... Подождите, подождите. ДНП, ДНП попыталась как-то долги забрать. Все. Вот весь, весь скандал, весь, вся рубашка. Только из-за того, что не платили коммуналку. Все.